Ассаламу алейкум, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер. В эфире энциклопедия пророческих историй. У микрофона Луиза Кабачиева и наш эксперт-богослов Мухаммад Расул Хаджи Гимбатов. Мухаммад Расул Хаджи, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы закончили историю пророка Адама, мир ему, первого человека на земле. История, которая пропитана жизненными уроками. И, конечно же, хочется напомнить, что вы можете посмотреть предыдущие передачи на нашем YouTube-канале Радио Ватан. Полностью посмотреть цикл энциклопедии пророческих историй. И сегодня мы перелистываем страницу и переходим к следующей главе. Главе о пророке Идрисе, мир ему. Мухаммад Расул Хаджи, вам слово. Мабад, ассаламу алейкум, мархаматуллах и талабракату. Изучая жизни предыдущих пророков, как мы в начале наших уроков тоже отмечал, из жизни пророка Адама, алейсалам, для нас вообще, для людей, которые за свою духовную часть, которые беспокоятся, переживают, есть все уроки из жизни пророка Адама, алейсалам. А все, что касается мирской жизни, то есть какие причины, следственные связи, которые Аллах делает в тех или иных ситуациях, все, что в этой мирской жизни, как обживать эту мирскую жизнь, какие процессы здесь происходят, я из своих личных убеждений всегда видел из жизни пророка Юсуфа, алейсалам. Там настолько много жизненных уроков, связанных именно с этим миром. А в жизни пророка Адама, алейсалам, мы видим уроки, связанные с нашей духовной составляющей части, потому что в жизни пророка Адама, алейсалам, это вечная борьба, борьба между добром и злом, борьба пути Адама, алейсалам, и пути Иблиса. И в этом плане, конечно же, очень наглядно нам всю духовную часть показывает история жизни пророка Адама, алейсалам, которую мы уже, альхамдулля, помилостив Всевышнего, завершили. Здесь мне хотелось бы еще некоторые, опять-таки, добавить, некоторые моменты, связанные также из жизни Адама, алейсалам, из истории его. Некоторые моменты, связанные очень, на которые мы должны внимание обращать. Вот есть хадис пророка, алейсалату асалам, говорится в хадисе послания Николая, алейсалату асалам. Есть три основных, есть три греха, которые являются основой всех грехов. Вы остерегайтесь, говорит пророк Алейсалам, избегайте этих грехов. Остерегайтесь гордости. Поистине, Иблиса, мы из истории рассказывали, Иблиса подтолкнула гордость на то, что он не сделал суждать Адаму, алейсалам. Во-первых, гордость. Во-вторых, остерегайтесь алчности. Поистине, пророк Адама, алейсалам, алчность подтолкнула на то, что он съел этот плод. Поистине, один из сыновей Адама убил своего брата из-за зависти хасада. То есть вот три урока, которые мы из жизни Адама должны извлекать. То есть любые действия человека продиктованы именно внутренним состоянием его души. То есть к убийству подтолкнула внутри, которое его коробило, его зависть за то, что его Курбан Аллах не принял, принял Габиля. Иблиса гордость не дала суждать сделать. И он съел плод, его вот эта алчность, что он вечно будет в раю превратиться ангелом и так далее, вот это подтолкнуло. Поэтому здесь мы видим, что внутренняя душа, которая является основой вообще всех грехов внутренней состоянии человека, мы должны над нафсом постоянно, над нашим нафсом работать. Итак, здесь есть слова Ибн Сирина, который говорил, «Я никогда в жизни никому не завидовал». И говорит, если этот человек из обитателя рая, как я могу ему завидовать, если он из рая человек? А если он из обитателя ада, то зачем мне вообще ему завидовать? То есть вот хороший урок Ибн Сирина нам преподносит, каким образом мы можем избегать этой зависти, поскольку зависть, она сжигает хорошие деяния, поступки, как сжигаются, например, как огонь пожирает дрова, сказано в хадисе пророка, алейсалату ассалям. Поэтому, опять-таки, подытожив вот эту всю историю Адама и, алейсалам, и Иблиса, здесь хочу привести слова одного из познавших Аллаха человека, который сказал, «Остерегайтесь зависти, поистине зависть – первый грех, которым ослушивали Всевышнего Аллаха на небесах, и первый грех, которым ослушивали Всевышнего Аллаха на земле». Вот. То, что Адам, Адаму суждание сделал Иблис, то, что Кабиль убил Кабиля, основой этого всего есть зависть. Вот этого, говорит, остерегайтесь. Поэтому от зависти каждый из нас должен избавляться. Поэтому мы планировали уже рассказывать про пророка Нуха, алейсалам, но, я думаю, здесь биографии, вообще родословные, изучая, идёт вот такой от Адама, алейсалам, до Нуха, алейсалам, идёт 10 человек, и хотелось бы их здесь привести, чтобы мы понимали, у Адама, алейсалам, подвойне рождались дети, и один из них, который вообще без пары, который родился, это был как дан, как подарок Всевышнего Аллаха, Адаму Ихаве, взамен потери Кабиля. Его звали Шиз. Был Шиз, сын, алейсалам, Адам, который унаследовал фактически всё от отца. Потом у Шиза, алейсалам, был сын, сын Ануш, у Ануша был сын Кайнан, у Кайнана был сын Махляил, у Махляиля был сын Ярд, у Ярда был сын Идрис. Его ещё, по-моему, по-библейски Иореда называют, Иенух ещё, по-моему, называют, пророк Идриса, алейсалам. У Идриса был сын Мутавшалах, в Куртубе это как Матувшалах идёт, поэтому здесь в разных членах могла быть чуть-чуть разница, а так, ну, всё-таки не меняет. У Мутавшалаха был сын Ламак, у Ламака сын пророк Нуха, алейсалам. Поэтому между Адамом и Нухом, пророком Нухом, получается, прадедушка Нуха, алейсалам, был Идрис, пророк Идрис. И чуть-чуть про Идриса сегодня хотелось бы рассказать. Почему? Потому что пророк Идрис, алейсалам, это человек, который внёс, можно сказать, в наш мир очень много таких интеллектуальную часть быта человеческого, привнёс имена пророк Идрис, алейсалам. Это первый человек, который начал изучать астрономию, первый человек, который изучал математику. Это был очень образованный, ну, они все пророки, вообще, особенность всех пророков, вообще, какая особенность вообще всех пророков? В хадисе пророка, алейсалам, который передаёт Ибн Саад, который в Табакате Тирмези, в Шамайле также передаётся, есть такой хадис пророка, алейсалам, что Аллах не спосылал пророков, кроме как они были все красивые лица людей, то есть все они были красивые лица и красивые голоса людьми были они. Это особенность вообще фактически всех пророков. Ни один пророк не был, кроме как он в внешности был очень красив, и голос у них был очень красив. Поэтому и пророк Идрис, алейсалам, он был высокого роста, красивого лица и густые волосы на голове. И почему его назвали Идрисом? Его имя вообще в тафсирах везде, в один голос говорят, Ахнух тоже приводится. Идрис, и это одно из мнений, почему Идрисом назвали, Ликасратитадрис, из-за того, что очень много обучал. То есть он был именно в этом плане, скажем так, пророк, который большей частью именно просвещением, образованием, который был занят. Фактически основа всех наук, которые сегодня мы имеем, и то же самое химия, это все, чем занимался. Первый, кто начал апостел, был пророк Идрис, алейсалам. То есть мы ему обязаны в этом плане. И поэтому от слова Тадрис, Тадрис обучать, мы говорим, Мударрис это учитель, Идрис от этого от слова Тадриса, как говорится. Он был погружен в изучение ильму. Он был первым вообще, вообще первым, кто написал. Каламам, да, вот. Это первый человек, который фактически начал писать. И обучал людей письму тоже. Он настолько, он придумал весы, которым, да, взвешивают. Он первый вообще, кто начал шить одежду из хлопка. Вообще его профессия, все пророки чем-либо зарабатывали. Это особенность, да, вот это является сунной работать. То есть не было ни одного пророка, который, да, например, который бы не зарабатывал, по сути, дозволенным путем. А он был хаят, он был портной, он шил. И до пророка Идриса, алейсалам, люди одевали, вот это кожаные одежды бывали. То есть из кожи были одежды, фактически все. Единственное, ну, первый, кто начало поставил, именно хлопковые одежды, которые начал шить из хлопка. Это был пророк Идриса, алейсалам. И говорится, что он даже когда шил, он каждый раз, когда протыкал иголкой, зашивая, он читал таспех. Субханаллахи, вальхамдулилях. То есть постоянно таспех читал, зашивая тоже, таспехом был занят. Ибн Аббас, Аббас Ад-Кааба Аль-Ахбара передает, что у него спросили по поводу пророка Идриса, алейсалам, он ответил, что он ночью, ночью напролет был занят поклонением, а днем постился постоянно и не уставал никогда от поминания Всевышнего Аллаха. Зарабатывал сам и две трети садака отдавал. То, что заработал, две третьи части, он всегда делал, говорит, садака. То есть вот такой вот красивый амал был у пророка Идриса, алейсалам. И во всем Коране, если мы посмотрим, в двух местах Аллаху Тааля имя Идриса тоже упоминает. Вот одно из них, ауазу биллахи минаш шейтан рожим, в этом аяте Аллаху Тааля говорит, расскажи, упомяни в книге Идриса, он был праведным садыком, пророком был он. То есть Аллаху Тааля упоминает в этом аяте, что он был праведником, правдивым и пророком. И в другом аяте, в суре Аль-Амбия, это сура Марьям, которую мы зачитали, это 56 аят, и в суре Аль-Амбия, 85 аят, там говорится, упоминается тоже имя пророка Идриса, Аллаху Тааля говорит, «Авзу биллахимна шятану рожим», «Ва Исма'иля, ва Идриса, ва даль кифли, куллум мин ассабирин», садак Аллаху л'Азим. «Исма'иль, Идрис, зуль кифли, все они были из терпеливых рабов Всевышнего Аллаха». Теперь про терпение Исма'иля мы все знаем, да, в чем заключается терпение, что Аллах восхваляет терпение Исма'иля этих трех благочестивых праведников, пророков, нашу зуль кифли, в чем проявлялось терпение Исма'иля, мы знаем, он проявил красивое терпение, когда отец Ибраим сказал, что мне велено принести в жертву тебя. Он сказал, «О, отец, ты делай то, что тебе Аллах велел, ты меня найдешь в проявляющем терпение». Вот так сказал Исма'иль, то есть пророк Исма'иль был терпеливым, его терпение проявилось в такой ответственный момент, нужный момент. И в чем проявлялось терпение Идриса, алисалам? Здесь теперь очень полезно было бы для тех людей, которые изучают Ильму в поисках знаний, люди, которые учатся, заняты образованием, именно для них такой некий пример, эталон терпения в поисках знаний был пророк Идриса, алисалам. В книге Тафсири Курана Ибн Ашура от Тахрир ва Танвир говорится, что что терпение пророка Идриса заключалось, его вот это трепетное отношение именно в поисках знания, которое проявлял он терпение, то есть он в поисках знаний мог проявлять такое терпение, чтобы преодолевать огромные пути, трудности Сафара. И про его терпение можно рассказывать, что он оставлял еду, он не кушал, он мало спал с надеждой, чтобы усмирить свой навс, чтобы получить и гельму, и мудрость, которую Аллах не дает на сытый живот. то есть вот так он себя лишал, говорится, и в этом проявлялось его терпение Сафру тоже. И был такой случай, есть также про него есть такой аят, и мы возвесили его на высокое место, когда говорится к Тавсире, к этому аяту, имам Куртуби приводит такую историю, что от Вахбе ибн Мунаббиха, что у Идриса, алейсалам, то есть на тот момент, когда Идрис, алейсалам, жил, вот все жители земли на тот момент не такое же их было, да, относительно количество большое, но всех обитателей земли, если брать поклонение вместе взятое, это поклонение не превышало поклонение, которое делал пророк Идрис, алейсалам, один только. И здесь получается ангелы удивлялись, восхищались его поклонением, что даже вот ангел смерти попросил разрешения у Севышнего Аллаха навестить его. Аллах разрешил ему, и он в образе, облике человека пришел к Идрису, алейсалам, и он постился целыми днями, и он постился. Теперь он попросился рядом с ним находиться, днем постился, а когда время Ифтара разговения приходило, он звал его, этого человека, гостя, он не знает, что это ангел, он думает, это обычный человек, он звал его к разговению, но тот отказывался кушать, он не ел. Теперь три раза вот так повторялось, Идрис Алейсалам видит, что три дня он уже не кушает этот гость, и он ему спросил, прямой вопрос задал, Ман Анта, кто ты такой? То есть не может быть того, ты кто такой? спросил он. Тогда он сказал, Анна Маликуль Маут, я ангел смерти, я попросил, говорит, у Аллаха разрешение прийти к тебе, подружиться с тобой, я хотел, и он мне разрешил. Тогда Идрис Алейсалам говорит, мне есть нужда к тебе, какая нужда? Он говорит, забери мою душу. Он сказал, я не могу, если на то веление Аллаха не будет забрать душу. Он сказал, Аллаху Тааля не спасла это откровение, взабери, говорит, его душу. Взабрав его душу и после этого сразу же вернул. Тогда ангел смерти спросил, какой польза того, что сейчас я твою душу забрал? Он сказал, я буду трепетно и более относиться и готовиться к смерти, сказал Идрис Алейсалам. Тогда он ему говорит, у меня есть другая нужда к тебе. Он спрашивает, какой? Подними меня на небо, говорит, покажи мне рай и ад. Тогда он говорит, без разрешения Аллаха я не могу, и Аллах разрешил ему. Он, когда увидел ад, он потерял сознание, говорится. Это все время Макуртуби говорится, что он, когда увидел ад, он потерял сознание. И когда пришел в себя, он сказал, покажи мне теперь рай. Они зашли в рай. Затем ангел смерти сказал, выходи, говорит, вернемся обратно. Он схватился за дерево и сказал, нет, я не вернусь обратно. Я в раю уже, сказал пророк Идрис Алейсалам. Тогда он сказал, как ты не выйдешь? И тогда, говорит, он зачитал. Аллах сказал в Коране, Ауду биллямин шайтану рожьим, куллю нафсин ла и катуль мауд. Каждая душа вкусит смерть. Я ее уже вкусил, говорит Идрис Алейсалам. Теперь он говорит, дальше ему говорит, я уже вкусил смерть? Да, вкусил. Теперь он читает следующий, говорит, не будет ни одного из вас, кроме как вы пройдете через ад. Я уже ад видел, я через ад прошел. И Аллах в другом аяте, потом он говорит, теперь тот, кто войдет в рай, оттуда он никогда не выйдет. Он прочитал. То есть, тот, кто в рай попадет, оттуда не выйдет. Он говорит, я и ад прошел, я и смерть увидел, и теперь я в раю, и из раю я могу не выходить. Тогда Аллаху Тааля хукму сделал, оставил его в раю. Поэтому до сих пор говорится, два пророка есть на небесах живые. Два пророка на небесах живые, это пророк Иса, алейсалам, сын Мария, и пророк Идрис, алейсалам. На земле живых два пророка, говорится, в тапсирах, это Хизри и Ильяс. Поэтому вот такая история была пророка Идриса, алейсалам, и вот по поводу того, что он цитировал аяты из Корана, когда как Хурам был не способен пророку Мухаммаду, алейсалам, на этот счет в тапсирах тоже говорится, что возможно, Ан-Нахас, рахмалу Аллаху Тааля, это говорит, возможно, Аллаху Тааля дал ему знать, вот это знание, которые будут, например, внушил, такой момент приводит, он объясняет этот момент. Теперь пророку Идрису, алейсалам, тоже одна поучительная такая история. Когда он шил, он был шитьем занимался, и к нему пришел, когда у него шило определенное, уже одежду шил, или что-то шил, был занят шитьем, в общем, и он пришел к нему, и шайтан, иблис пришел, и в руках у иблиса была такая ореховая скорлупа. И теперь он с издевкой такой начал вопрошать у пророка Идриса, алейсалам, может ли Аллах поместить весь мир в эту скорлупу, он спрашивает, да, у Идриса, алейсалам. Идрис, алейсалам, воткнул, говорит, иглу в глаз шайтана и сказал, если Аллах захочет, то он поместит весь мир в это игольное ушко, сказал он, да, вот такой, такой вот урок тоже он преподал пророк Иблису. И это, конечно же, теперь толкование к этой истории в книге Шарху Алмал-Барайм приводится, каким образом, то есть Аллаху Тааля всемогущий может или уменьшить мир меньше, чем игольное ушко, или же игольное ушко увеличить в размер нашей планеты, да, то есть Аллаху Тааля всемогущий, мы это все знаем. Поэтому вот такой вот был удивительный пророк по имени Идрис, который начало поставил, можно сказать, разным наукам, которым мы обязаны, да, всем этим наукам. Поэтому и был, в общем, прадедушкой пророка Нуха Алейсалам. Иншаллаху Рахман, я думаю, на следующем уроке мы уже, иншаллаху, про пророка Нуха Алейсалам более подробно поговорим. Иншаллаху Рахман, ну, есть мудрость Мухаммад Расул Хаджи в том, что мы сегодня говорили о пророке Идрисе Алейсалям в преддверии как раз-таки Дня Знаний, в преддверии того, как многие пойдут в вузы, в школы. Как раз к 1 сентября. Да, это мотивация стремиться следовать за, в том числе, и примеру пророка Идриса, мир ему, в получении Знаний. Да, вот это как раз Аллах восхваляет терпение пророка Идриса в поисках Знаний вот как раз нашим, пусть радиослушателям, тем нашим, юношам, да, которые сейчас в школу пойдут, в вузах, чтобы был примером пророк Идриса Алейсалям, то, что Аллах Всегда знания восхваляет в Коране тоже. И Худзил Китаба Бил Кува Аллах говорит в Коране пророку Яхья Алейсалям возьми книгу Кува с силой, то есть проявляй усердие в изучении, да, поэтому пусть Вышний даст всем нам полезные знания, чтобы пророки были примерами для нас именно поэтому это немаловажное значение имеет для каждого, чтобы они были именно примерами для подражания для нас. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, на этом моменте мы с вами прощаемся до следующей недели. В студии наш эксперт Богослов Махмудрасуха Джигимбатов рассказывал нам сегодня о пророке Идрисе Мирьему. Всем всего самого наилучшего, наидоброго. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Ватан.